МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самой окраине Нижегородской области, там, где Сура и Волга, сливаясь, образуют бескрайнюю водную равнину, на высокой горе стоит Васильсурск, влюбляя в себя всех, кто хоть раз побывал здесь. Недаром его называют Волжской Швейцарией. Своей восхитительной природной красотой он как магнит притягивает художников и писателей, вдохновляя на создание шедевров. «Если бы вы знали, как чудесно здесь, большая красота, широко, свободно, дышится легко», писала Васильсурский Максим Горький. Сколько славных имен связано с этим местом. За свою 500-летнюю историю Васильсурск был и крепостью, и уездным городом, и курортом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно летописи, основан он был в 1523 году по приказу великого князя московского Василия Третьего во время военного похода в Казанские земли. И впоследствии внес существенный вклад в упрочение государства российского как пограничная с Казанским ханством крепость. Названа она была Васильевым Новгородом в честь Василья Третьего, позже Васильгородом, Васильсурском или просто Василем. Город стал военно-административным центром, форпостом на востоке Руси. В 1552 году Василь Новгород посещал царь Иван Грозный во время похода на Казань. Сняв пробу с местных блюд, он назвал город стерляжьей столицы. Здесь бывали и другие царственные особы. Петр I, Екатерина II и Павел I. В 1722 году, победив шведов в Северной войне, Петр I решил укрепить позиции России на Каспийском побережье и пошел в персидский поход. Побывал он здесь с большим довольно отрядом воинов ехала с ним и его супруга Екатерина Алексеевна, в будущем императрица Екатерина I. Выйдя на берег Васильсурский, Петр обратил внимание на прекрасные дубовые леса, что шли здесь отсюда, по правым берегам Волги и Суры. Рощу дубовую он заказал на нужды кораблестроения. Один из дубов Петр I посадил лично, подчеркивая этим то, что дубы надо не только вырубать и использовать, надо их обновлять и подсаживать. Кто знает, может, один вот из этих дубов, стоящих на склоне, действительно был посажен Петром Алексеевичем. После этого началась заготовка корабельного дуба, которая дала толчок экономическому развитию Васильсурска. А когда позднее, при Екатерине II, уездным городам давали гербы, гербом Васильсурска стал остов корабельной кормы на золотом фоне. Знак того, что в окрестностях всего города лучшие корабельные леса. Ценность этого места подтверждает большое количество уникальных объектов, отнесенных к памятникам федерального и областного значения. Богатейшей историей своей малой родины Васильчане очень дорожат и бережно хранят ее артефакты. В местном историко-краеведческом музее собрана большая коллекция, в которой есть уникальные экспонаты. Это сигнальные пушки и ядра с той самой крепости, с которой начиналась история Васильсурская. Есть здесь и более древние экспонаты, например, кости мамонтов и шерстистых носорогов, некогда обитавших в этих краях. А поднявшись по лестнице, попадаешь в 19-й век. В этом старинном доме с мезонином жила семья лесопромышленника Честухина. Он переправлялся с низовиев в Волге для того, чтобы спасти свою семью от холера, которая в то время бушевала в Астраконе. Это один из первых домов, который построен здесь у нас в Васильсурске на горе, и единственные оставшиеся с мезонином. Дом был поставлен не случайно. Дело в том, что он находится на Екатерининском тракте. Очень удобно просмотреть, кто едет сначала дороги и уезжает вдаль. Также в этом доме в свое время проходили малые благотворительные балы. А на первом этаже, который сегодня находится как подвальное помещение, там готовили не только изысканные блюда, но и блюда для нуждающихся. Здесь все осталось почти таким же, как и 160 лет назад. Многое из того, что представлено в музее, передали в дар местные жители. Они бережно хранят историю родного Василя и гордятся им. Васильсурск сейчас рабочий поселок и принадлежит Воротынскому району Нижегородской области. А раньше был Васильский уезд, и в него входили все Воротынские земли, Спасские земли, часть Княгининских земель, часть Юринских земель, включая Шереметьевский замок. Вот вы видите на фото известный замок Шереметьевых. И площадь всей этой земли входили в Васильский уезд. И площадь этого уезда насчитывалась 3460 верст. А центром Васильского уезда был город Васильсурск. И в таком статусе он просуществовал 143 года. Жизнь Васильсурска на протяжении разных веков складывалась по-разному, то затухая, то снова разгораясь. С появлением судоходства по Суре и Волге он начал застраиваться и расширяться. В сезон до 12 тысяч бурлаков ежедневно останавливались здесь. В конце 19 века Васильсурск становится дачно-курортным местом, в котором любили отдыхать и творить величайшие деятели искусства нашей страны. Максим Горький, снимавший здесь дачу в 1899 году, писал художнику Георгию Ярцеву. «Красок бери с собой по полпуду, не меньше. Полотна, версты. Картины здесь сами на полотно лезут». Здесь писали свои пейзажи Шишкин, Левитан, Ромадин. В годы Великой Отечественной войны в Васильсурске было много эвакуированных, в том числе детей-сирот из блокадного Ленинграда. В течение двух лет здесь проживали и работали эвакуированные ученики и преподаватели балетного хореографического училища Большого театра из Москвы. В послевоенное время Васильсурск стал здравницей всесоюзного значения. Вздешние дома отдыха, турбазы и санатории приезжали со всей страны. К сожалению, многое не сохранилось. На этом месте когда-то была улица с церковью, домами и торговой площадью. Но сильный оползень 1979 года сравнял все с землей. Перестал ходить сюда и речной транспорт, местные стали разъезжаться, все ветшало. Про него так и говорили «Умирающий Василь». Былое величие осталось в прошлом, в летописях и воспоминаниях. Поселок словно затаился от мирской суеты, но не утратил своего очарования, став раем для тех, кто ценит уединение, покой и первозданную природу. И все же несправедливо было бы прятать эту жемчужину. 500-летний юбилей Васильсурска стал поводом для того, чтобы вдохнуть в него новую жизнь, сделать привлекательным для туристов и комфортным для местных жителей и дачников. Правительство региона выделило средства на обновление инфраструктуры и подготовку к юбилею. Предстояло решить множество насущных проблем. Транспортных, коммунальных, благоустройства, начиная от ремонта дорог и водопровода, заканчивая обустройством смотровых площадок. Местные жители предложили свое видение развития поселка, участвовали в разработке проектов, стараясь сохранить знакомый с детства облик Василя. Так как всю жизнь занимаюсь архитектурой, дизайном, решил как-то поучаствовать в жизни поселка, тем более надвигалась дата, 500 лет. Предложил проекты сам от себя на инициативных началах. Те места, которые я в детстве посещал в поселке, видовые точки, туристические места, они в последние годы пришли, ну, в запустение, так скажем, заросло все, и захотелось все это нарисовать, превратить все это обратно в цветущий сад. Нарисовал. Сохранить самобытность и в то же время вписать в старинный поселок современную инфраструктуру. Перед авторами масштабных преображений стояла непростая задача. С весны работа закипела по всему Васильсурску. Так теперь выглядят его главные смотровые площадки. Чтобы любоваться красотами можно было с комфортом, везде установили новые беседки. Шишкин мыс, где бывал Петр Первый, теперь украшает его бюст. Появились в Васильсурске и другие памятники Екатерине Второй и основателю города Василию Третьему. В самое ближайшее время завершится благоустройство парка. Центральное место в нем заняла Стелла с барельефами правителей и известных людей, связанных с городом. А еще здесь соорудили стадион, отремонтировали дороги, школу, дом культуры, которому уже 180 лет. Несмотря на то, что было предложение построить на его месте новый дом культуры, местные жители все же решили сохранить старинное здание. Когда Екатеринский тракт был, здесь гнали каторжников, и в этом здании жили вот эти конвоиры. Но мы хотели сохранить старину. Обшивку убрали, и столбы, бревна, все в хорошем состоянии. Только в трех местах обнаружили немножко гнилое. Там заменили, и начали делать каркас. Ну, лет сто еще, наверное, простоит. Отреставрировали и Краеведческий музей. Надо заметить, что он продолжал работать и во время реконструкции. Здесь, помимо экскурсий, проводят много культурных мероприятий. Концерты, спектакли, выставки. Заезжают и звезды мировой величины. Я с этого момента влюбился в это место и приезжаю сюда каждый год. И это совершенно уникальное место. И в силу профессии я, естественно, много где путешествую, но без Васильсурска у меня не проходит абсолютно ни одно лето. Потому что это совершенно уникальное место. Здесь вообще совершенно особая энергетика. И ты, когда сюда приезжаешь, ты просто настолько этим напитываешься. Конечно, мы очень благодарны музею. И здесь все время происходят какие-то абсолютно уникальные мероприятия и события, которые для нас очень важны. Все, кто побывал в Васильсурске, отмечают его особую ауру. Здесь так уютно и спокойно. Время начинает замедляться, рой мыслей, не дающих покоя, отступает. На смену приходит умиротворение и желание творить. Ну, я сюда приезжаю третий раз, потому что здесь в любой день прекрасно. Простор невероятный. Вот такого нигде нет. Смотришь просто вот в любую сторону, можно писать картины и утром, и днем, и вечером, и ночью. Мой самый любимый вот этот вид. Два года назад нас сюда привез известный художник Сергей Сергеевич Алдушкин на пленэр. Это место нас поразило, влюбилась в это место, и мы начали здесь строить дом. Дом, в котором, да, могли бы останавливаться художники, куда бы стекались люди творческие, для того, чтобы, ну, наслаждаться этим красивым местом, писать, творить. Обязательно здесь нужно побывать. Настолько здесь красиво, настолько здесь все вдохновляет. Я думаю, что здесь будет центр протяжения для людей, которые творят. Известный нижегородский художник Владимир Заного уже давно обосновался здесь как дачник, полюбил Василь всей душой и решил сделать ему свой подарок. Ну, вот у нас сигнальный экземпляр вышел, альбом по-васильсурску. Здесь краткая история у нас идет, текст идет, история. Вот, потом идет блок фотографий, старых фотографий советского периода. И начинается с Левитана уже живописная летопись, картин, которые посвящены Васильсурску, которые написаны здесь. Почти 500 картин здесь. Да, Васильсурск умеет вдохновлять и открывать таланты. Сам Владимир Иванович здесь начал писать еще и стихи и уже посвятил этому удивительному месту несколько песен. Красотами всех Васильсурск напоит Могучими медалями Дух укрепит Так громче музыка Играя навстречу С великой Волгой Сестрой Сурой Прими наш град Восточные речи Даруй Всевышний Веру и покой Для туристов есть гостиницы, дом отдыха и ресторан, где подают блюда по старинным рецептам. Экскурсоводы разработали увлекательные маршруты. Здесь теперь не заблудишься. Повсюду указатели и информационные стенды. Сейчас все с большим нетерпением ждут открытия регулярных рейсов судов на подводных крыльях. С ними добираться до Васильсурска станет гораздо проще и быстрее. Поездка превратится в приятное речное путешествие, что привлечет еще больше туристов. Готовы встречать большое количество гостей? Мы всегда готовы, мы всегда всем рады. У нас история очень богатая. Мы можем говорить о ней часами, можем делать выездные экскурсии на те необыкновенно пейзажные места, которые любят художники, артисты. Ну и мы, конечно. Мы выпускаем электронный журнал Васильсурска, великие провинции, где мы освещаем историю и культурное прошлое, и настоящее, и говорим о будущем. Поэтому там очень много, конечно, информации. И мы хотим привлечь этим внимание людей, которые сюда приезжают, чтобы они побывали в этих местах, чтобы они прониклись вот этим духом нашим, волжским, васильским, и так же полюбили Васильсурск, как любим его мы. Тех, кто влюбился в Васильсурск, с каждым годом становится все больше. Летом население поселка увеличивается в несколько раз за счет дачников. Горжусь, что я здесь родился. Несомненно, он станет туристской меккой. Я надеюсь. Первое, Васильсурск, это самые крутые рыбалки. Второе, Васильсурск, это невероятно красивые закаты. Таких вы не встретите даже в Доминикане. Я вам точно говорю, я и там была. Это очень добрые люди, это невероятно красивые видовые площадки. И вообще, это воссоединение с природой такого, мне кажется, в области уже, ну, мало где найдешь, как здесь. Всей душой и сердцем мы это место очень любим. Ну, а тем, кто здесь еще не бывал, самое время собираться в путь. Обновленная Волжская Швейцария ждет гостей. Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова